Привет всем! Начинаем серию русских видео на моем канале. Сегодня мы путешествуем в остров Грации Яш, который находится в 60 километрах от Казани, не очень далеко. История этого города началась в 16 веке. В то время, когда царь Иван Грозный несколько раз безуспешно пытался покорить Казань, но одолеть такой укрепленный город без опорного лагеря было практически невозможно. И бояре-царя разработали план строительства крепости на подступах к столице Казанского ханства. За несколько месяцев в Угличе срубили город, разобрали его и сплавили по Волге. И через месяц крепость-город была собрана. Так в 1551 году родился Свияжск. Всего лишь через год Казань была покорена. Этот город сохранился почти без изменений. Здесь названия улиц дореволюционные. Нет многоэтажных современных домов, нет фабрик, ни заводов. Все осталось такое же, как было раньше. Красота и спокойствие. И даже машин здесь очень мало, потому что ездить в принципе некуда. А символ Свияжска, воссозданная по древним рукописям пушка с головой медузы Гаргона. Здесь, кстати, в 20 веке была тюрьма. Сюда ссылали неугодных. До этого был лагерь Кулага, один из лагерей Кулага. Мне кажется, такая природа, да? Тюрьмой не так. Смотрите, какая красота. Затем в 1955 году часть города ушла под воду. Произошло это в связи с окончанием строительства Хубышевской ГЭС. Дорогу городу полностью затопило и город превратился в остров, пока в 2008 году не построили дамбу. Раньше этого времени жители добирались до цивилизации только по реке. Главные достопримечательности города – это монастыри. Мужской Успенско-Богородицкий и женский. И Анна Предтеченский. Сейчас мы гуляем по территории Успенско-Богородицкого монастыря. Он очень древний. Он построен в 1555 году. Всего через три года после взятия Казани Иваном Грозным. Кстати говоря, сюда нельзя заходить в джинсах или в шортах, или в брюках. В общем, дают такие накидки. Кроме собора, колокольни и церкви, здесь очень много интересных построек. Братские кельи, покой настоятеля. Каждое здание имеет свою историю. Несколько веков назад Успенский монастырь процветал, занимая седьмое место в списке из тысячи монастырей Российской империи. Бутонки были очень низкие. Немножко выше моего роста. Другой монастырь – женский, Иоанна Предтеченский. Здесь находятся три церкви. Самая древняя из них – это Троицкая. Вот она и есть. Троицкая церковь – это последняя уцелевшая часть вершской крепости, собранной из бревен, сплавленных из улича. Собрали эту церковь в один день. Тут молился сам Иван Грозный перед походом в Хазань. Очень древнее строение. А это Сергиевская каменная церковь. Была построена в 17 веке. Внутреннее убранство собора впечатляет, но снимать там, к сожалению, нельзя. Александр Сергеевич Пушкин, когда был здесь в Свиняшске, очень удивился, увидев этот город издали, этот город-остров. Подумал, что он очень похож на остров Буян из его сказок. Кстати, говорят, что в 1918 году на этом острове был установлен памятник Иуде. Но жители острова его разрушили за месяц, так что он долго не простоял. Но доказательств этому факту нет, так что будем считать, что это легенда. А еще мы прогулялись до комплекса исторической реконструкции, который называется «Ленивый торжок». Здесь можно прочувствовать атмосферу средневекового города, посмотреть и даже поучаствовать в рыцарских турнирах. Вообще не жмет. Да ладно. Вот вам, наверное, жарко, да? В 30 градце в таком костюме сидеть. Кошмар. А еще и биться в таком костюме. Поэтому умные люди нападали на заре. До восхода солнца. Штора убита, наповал. Еще один поднимает. В общем и целом, поездка нам очень понравилась. Если бы еще не было так жарко и душно в этот день, к тому же в конце прогулки нестерпимо болели ноги. Так что конверсы – это не стопроцентное спасение для ног. Думаю, мы обязательно вернемся сюда еще. Спасибо за просмотр, друзья. До новых роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова